МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа Республика. Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты. И я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. В Новый год с новыми задачами депутаты Государственного совета Чувашии провели итоговую в этом году сессию. Чебоксарские таланты столичным школьникам вручили именные стипендии главы города. Сказочная карта. По каким местам пройдет новогодний туристический маршрут? Сегодня глава Чувашии встретился с управляющим региональным отделением Сбербанка. Михаил Игнатьев и Юрий Бычковский обсудили, как завершает год крупнейшая в стране банковская структура. Подробности в следующем материале. На рынке потребительского кредитования сейчас наблюдается спад. Зато повышается спрос на ипотечные займы. Благодаря этому Чувашское отделение Сбербанка завершает год с плюсом, отмечает его управляющий. И нам удалось все-таки к концу года прирасти портфель на 9%. На 9% мы даже превысили тот остаток, который был у нас на начало года. И по сути дела доверие у физлиц, юрлиц к Сбербанку было, но и остается. Это же подтверждает прежде всего. Не было бы доверия, эти бы миллиарды ушли бы другие банки. Юрий Бычковский подчеркивает, что объем выданных ипотечных кредитов вырос благодаря государственной поддержке. Совместная программа правительства и банка оправдала ожидания. Она стимулирует строительную сферу. Займы, отметил управляющий, сейчас доступны всем. У нас кредитуются все слои населения. Это и бюджетники получают кредиты у нас, и работники предприятий любых отраслей, строительные, торговли и так далее. То есть здесь практически можно формировать свой платеж в зависимости от сроков. Чем больше поставишь срок, тем меньше будет сумма платежа ежемесячная. В следующем году в банке планируют запустить и новые проекты. Медриковалев и Игорь Зверев. Республика. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» подготовил итоговые исследования за 2015 год. Согласно его результатам, глава Чувашия Михаил Игнатьев вошел в первую группу рейтинга ТОП-25. Специалисты проанализировали успехи и неудачи региональных руководителей за прошедший год. При составлении рейтинга обращалось внимание на материалы открытых источников и инсайдерскую информацию. Но основной упор Центр сделал на мнение региональных и федеральных экспертов. К другим новостям. Сегодня депутаты Государственного совета Чувашии собрались на итоговую в уходящем году сессию. Какие вопросы рассматривались на заседании, в репортаже Татьяны Молоковой. В начале сессии с докладом о работе депутатов в этом году выступил председатель Госсовета Юрий Попов. Он напомнил коллегам, что прошедший год был важным для республики. Прошли выборы главы Чувашии, были приняты важнейшие законы. В будущем году единый день голосования назначен на середину сентября. В стране пройдут выборы в Государственную дому в Республике в Государственный совет. То, что мы приняли свыше 80 законов в этом году и в целом за 4 года 350-60 законодательных актов, это тоже хорошо. Это о нашей работе. Я просто хочу сказать другое, что мне кажется уже не надо делить по партийным принадлежностям, кто какой вера, какой национальности. Я думаю, что надо сегодня просто с тем объединиться в одно целое и делать дела для наших избирателей. На итоговое заседание были вынесены 12 вопросов. Многокопий депутаты сломали на обсуждении первого вопроса – закон о ветеранах труда Чувашской Республики. Закон о проектах определяется категория граждан, которые будут иметь право для присвоения звания ветеран труда Чувашской Республики, а также определяются, какие меры социальной поддержки будут предоставляться за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. В целях поощрения граждан за многолетний добросовестный труд и активную деятельность на благо Чувашской Республики, оказания социальной поддержки, обеспечивающие создание благоприятных условий для их достойной жизни, установлено право на присвоение звания ветерана труда Чувашской Республики, гражданам, которые удостоены государственных наград Чувашской Республики, а также гражданам, проживающим на территории Чувашской Республики, имеющих трудовой стаж 37 лет 6 месяцев для женщин и 42,5 года для мужчин. Согласно закону ветераны труда Чувашской Республики имеют право на ежемесячную денежную выплату 50% компенсацию услуг связи. В соответствии с новым законопроектом звания ветеран труда не смогут получить те, кто систематически нарушал трудовую дисциплину. Мы, к сожалению, приняли законопроекты, которые урезают социальные гарантии населения. Никогда мы себе такого за 4 года не позволяли. Сказывается экономический кризис. На взгляд нашей фракции мы не должны были принимать эти законопроекты. Поэтому, конечно, надо прямо сказать, что Госсовет Чувашии к Новому году нашим гражданам преподнес очень неприятные сюрпризы. Впечатления соответствующие. Но будем надеяться, что в следующем году экономический кризис прекратится, у нас начнется рост производства, и мы сможем вернуться к тем законопроектам, которые были сегодня приняты, для того, чтобы отменить их и социальные гарантии расширить хотя бы до того уровня, который у нас существовал до сих пор. Мы отдаем право, возможность звания ветерана труда Чувашской республики. И поэтому то, что касается определенного возрастного ценза, проработав здесь, это вполне нормально. Человек работает на своей родной земле, вносит налоги сюда, копейку, формирует бюджет тот же самый, с которым потом формируются выплаты. Все зависит от того, что мы имеем. Это доходная часть, нужно просто работать. Если будет доход, будет возможность, бюджетная возможность, то многие вопросы, конечно, нужно и можно решать. После долгих обсуждений законопроект был принят в двух чтениях. Кроме того, депутаты решили сократить численность аппарата парламента на два человека. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. Сегодня прошло заседание Совета по улучшению инвестиционного климата при главе Чувашии. Члены Совета рассмотрели масштабный инвестиционный проект чебоксарского предприятия «Сеспель». Изучили опыт внедрения лучших муниципальных практик города Чуваксара. Кроме этого, на заседании обсудили проблемы реализации федерального закона о страховании гражданской ответственности застройщиков в долевом строительстве. Подробности в завтрашнем выпуске. В столице Чувашии перекрыт очередной канал поставки наркотиков. Преступная группа производила, распространяла амфетамин. Лидер группировки – ранее судимый наркоман. Его задачей было доставлять в наш регион психотропные вещества. Сам он в целях своей безопасности избегал личных встреч с потенциальными покупателями зелья. Их искали другие члены группировки. Сотрудники наркоконтроля задержали и участников незаконных действий, и их клиентов. После медицинской экспертизы выяснилось, что задержанные сами принимали психотропные вещества. При обыске обнаружили и изъяли более 100 граммов наркотических средств. Для сравнения, это свыше тысячи разовых доз. Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Организаторам преступной группировки грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Наркоманам – до 5 лет. Свидетельства на именные стипендии главы столицы республики получили сегодня чебоксарские школьники. На бал одаренных детей пригласили тех, кто достиг лучших результатов в учебе и исследовательской деятельности в искусстве и спорте. Несмотря на юный возраст, эти мальчишки и девчонки уже доказали, что способны на многое. Бессонные ночи при подготовке к олимпиадам, бесконечные уроки по музыке и живописи, тренировки с последних сил и постоянные сомнения, смогу ли я. Чтобы стать лучшими, им пришлось нелегко. И хотя они все еще дети, но смотрят на жизнь уже по-взрослому. Наше поколение, оно как бы подрастающее, и оно должно что-то либо изменить, либо что-то приулучшить в нашей современной действительности. Поэтому я считаю, что мы должны искать новые ресурсы, выходить за рамки того, что нам предлагают. И для этого я и учусь. Свидетельства получили более ста человек. Еще 20 призеров Международных всероссийских республиканских олимпиад вручили благодарственные письма главы города. Ваши аплодисменты этому юному дарованию. У нас в городе достаточно много очень ярких, креативных, творческих, спортивных, умных школьников. И, конечно же, мы всегда будем и сейчас поддерживаем все начинания наших ребят, но и, конечно, в будущем мы всегда будем поддерживать и стараться помочь реализоваться во всех начинаниях. Какими бы амбициозными и целеустремленными ребята не были, они все же верят в новогоднее чудо. Новый год – это особая атмосфера для меня в первую очередь, поэтому я, безусловно, верю в чудеса и я верю, что они случаются. И без них жизнь была бы очень скучной. Впереди у ребят зимние каникулы. Они больше, чем кто-либо заслужили отдых, потому что напряженно трудились весь год. И даже новогодний подарок, именную стипендию, они подарили сами себе. Город, где поет душа, где звенят кала-кала, о-о-о-о, он чекает в царе. Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика. Что вы будете делать в новогодние каникулы? Любителям путешествий в нашей республике приготовили увлекательное приключение. Жители и гостей Чувашии приглашают на отдых с 3 по 7 января в разные районы республики. Подтвердив свое участие в местном празднике отдельной печатью на общей карте, жители могут рассчитывать на хороший подарок – абонемент на бесплатное посещение столичных парков и театров. Подробности у Марии Шоклевой. Новогодняя карта сказочных событий. Так называется своеобразный маршрутный лист, где указаны адреса и даты главных новогодних мероприятий республики. Именно эту карту можно будет обменять на приз 11 января. Но для этого нужно собрать 6 печати Деда Мороза, побывав в разных городах республики. На последнее время все мы говорим о развитии туризма, въездного, выездного туризма. И действительно, наверное, настало время, когда мы хотим своим жителям показать, что вообще-то действительно настало время отдыхать в Чувашии. Для этого совершенно не обязательно выезжать куда-то в Турцию, в Египет и другие страны, потому что в родной республике не менее интересно, чем где-то за рубежом. В первый новогодний турпроект включили пять мест, которые находятся недалеко от столицы. Праздничные мероприятия пройдут. 3 января в Мариинском посаде, 4 января в Ядрине, 5 января в деревне Малый Сундырь, 6 в Новочебоксарске, а 7 в Цивильске. Цивильск – одна из православных столиц Чувашии, так как в Рождество, 6 на 7 января, там в Тихвинском Богородском женском монастыре и 10 церквях пройдут рождественские богослужения. Вторая причина – Цивильск – исторический центр не только Чувашии, но и России. С ними связаны такие известные личности, как Емельян Пугачев, Степан Разин, о которых и расскажет в первом в Чуваше историко-краеведческом музее. Кстати, находится он в известном доме Купса Толмачева. Третья причина – Цивильск, город-легенд. Когда императрица Екатерина II проезжала Цивильск, мальчишка кинул в карету ее камушек. Ну а что было дальше, обязательно узнает 7 января, приехав к нам в город Цивильск. Во всех пунктах новогоднего туристического маршрута детей и взрослых ждут зимние забавы, спортивные угощения, мастер-классы, фотосессии. Мне очень понравилась эта идея, и я попробую говорить маму и папу, чтобы они меня туда отвезли. Это точно так же, как путешествовать, когда в лагере было, по станциям было путешествовать, то же самое. Поэтому в конце дают приз. Приз – пластиковая карточка, по которой в течение всего 2016 года можно будет получать бесплатные билеты в Лакреевский лес, театры города и ледовый дворец Чебоксары-арена. Получить абонемент, как и сам маршрутный лист, можно в новогодней академии волшебства. У большинства людей слово «путешествие» ассоциируется с дальними поездками. Но ведь и в родной Чувашии столько всего интересного. Сколько раз Цивильск сгорал в пожарах? И правда ли, что город Ядрин получил свое название из-за того, что там когда-то делали ядра? Ответы на эти вопросы будем искать в новогодние каникулы. Мария Шоклева, Олег Якимов, Республика. В этом году обновили концепцию новогоднего оформления столицы Чувашии. Преобразился Чебоксарский арбат. В центре города стало больше световых композиций. Украшением площади республики стала новая искусственная ель. Сегодня в администрации Чебоксары рассказали, по какому принципу выбирали новогоднюю красавицу. Старая елка на главной площади республики стояла с 2006 года. Она стала уже небезопасной. Кроме того, елка не была на балансе администрации города. Ее владельцам была известная в городе компания. Поэтому власти гордо приняли решение приобрести новую. Наша ель отличается какими-то определенными формами, что она отражает нашу национальность, что она имеет определенный какой-то колорит и будет притягивать не только жителей нашего города и нашего региона, но и соседние. Ель приобретала в соответствии с законом на аукционе. После проведения торгов удалось сэкономить 900 тысяч рублей. На покупку было потрачено 6 миллионов 600 тысяч. Из них 40% – это внебюджетные средства. Новая ель должна прослужить городу не менее 9 лет. В администрации города считают, что новогодняя красавица станет символом зимнего отдыха в столице республики. Ледовый дворец Чебоксары-Арена получил первый трофей в своей истории. Он стал победителем Всероссийской премии «Спортивные сооружения. Итоги года 2015» в номинации «Ледовый дворец. Открытие года». Всероссийская премия «Спортивные сооружения. Итоги года 2015» проходит уже во второй раз. На этот раз вручили 56 наград в 42 номинациях. В отдельные тематические блоки выделили подготовку Чемпионата мира по футболу 2018 и Чемпионата мира по хоккею 2016. Итоги федеральной целевой программы, наиболее прогрессивные городские и развлекательные объекты со спортивной инфраструктурой, проекты поддержки регионального, массового и детского спорта. Показать лучшее, что есть в российском спорте по итогам года – вот основная задача. Кстати, в этом году номинантами премии стали не только крупные спортивные объекты и управляющие компании, но и лидеры завершившейся федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта в России. Увидеть новогоднюю сказку своими глазами – мечта любого человека. В праздничные дни чудес вокруг происходит множество. Важно вовремя разглядеть их. Для этого нужны настроение, вера в Деда Мороза и сказочно хорошее зрение. Репортаж о том, как улучшить зрение далее. А я с вами прощаюсь. До завтра. Одна из самых популярных рождественских сказок «Щелкунчик» разыгрывается в самом центре Чебоксар. Витрина салона «Оптика номер один» претендует на победу в городском конкурсе лучшего новогоднего оформления. Вообще, после ремонта здесь стало намного уютнее. В зале три зоны, в которых посетители могут расположиться с комфортом. Подбор оправ – процесс долгий, особенно при таком ассортименте. На витринах выставлены свыше 1200 модных и стильных вариантов, включая современную коллекцию солнцезащитных очков. Большого внимания требуют и линзы. С 2015 года первая оптическая компания представляет в Чуваши японскую фирму «Никон». Мы с ними плотно сотрудничаем. Сотрудничаем уже давно. Он непосредственно дает для заказчиков преимущество, то, что мы можем в ассортименте иметь доступные цены. И также и для высокотехнических каких-то возможностей в линзах индивидуального дизайна. Это всегда можно тоже иметь в выборе. И «Никон», и другие партнеры – японская «Сейка» и испанская «Индо» – производят очковые линзы как серийно, так и по индивидуальным заказам. Пройти автолемологическое обследование и получить рецепт на очки можно прямо в салоне. Врачебный кабинет имеет медицинскую лицензию и оснащен самым современным оборудованием. Специалисты, работающие в оптике номер один, успешно решают многие проблемы со зрением и с удовольствием помогут вам по-другому взглянуть на мир. Сделать это можно как с помощью современных очков, так и с помощью контактных линз. Последних в салоне множество – дневные, ночные, ортокератологические. Сейчас у нас проходят акции от разных производителей. Компания «Джонсон и Джонсон» при покупке двух упаковок дарит косметический набор в подарок. Компания «Сиба Вижн» – это линзы «Аэроптикс» при покупке упаковки дает скидку 10% и пару линз в подарок. И наша постоянная скидка до 10 января – 16% на все линзы. В честь Нового года в салоне «Оптика номер один» действуют скидки – 20% на любые очки и 16% на все контактные линзы. Продолжение следует...